Вообще-то, в отличие от Виталия, у меня такой проблемы нет. Дело в том, что с лоярностью. В 2012 году в узком кругу мы встречались с Новогорёвым, с Владимиром Владимировичем Путиным. И я как раз по этому поводу, перед его выборами, обсуждали самые разные вопросы. И в том числе проблема того, кто является патриотом, не патриотом, какой национальности и прочее. И я позволил себе процитировать моего великого соотечественника. Сказал, Владимир Владимирович, я хочу одну вещь сказать. Жалко не я сказал первым это, но я полностью это поддерживаю. Как-то говорю, спросили у Азнавура, кем он себя чувствует, французом или армянином? И он ответил гениально. Я стопроцентный армянин и стопроцентный русский. Вот я могу про себя так сказать, и у меня нет никакого конфликта между двумя идентичностями. Вот так должен человек, что-то первоначально, потом, хотя он жил в Техасе, там и был партнером по теннису у Боши-старшего, он говорит, Шеварнетти пригласил меня к себе домой. И такое было, говорит, мое удивление, когда не нуля жена Шеварнетти в разговоре сказала, вообще-то груза должна быть независимой страной, это вообще безобразие, что Советский Союз и так далее. Я, говорит, не мог поверить, что министр иностранных дел Советского Союза, у него в семье такие настроения. И подумал, да, эта страна долго не проживет. Ну, в общем, тогда, конечно, имеешь такого министра иностранных дел, с такой лояльностью к этой стране, в общем-то, не мудрено. Так что, просто у Михаила Сергеевича был неправильный выбор, да и он сам был неправильным выбором для страны, но это уже другая тема. Я хотел, я, во-первых, очень рад, я давно не видел Теграна, моего, в общем-то, очень, ну, любимого друга, который когда-то делал первое интервью в 90-м году для ведущей армянской газеты, тогда она была национальная газета, да? Республика Армения, да. Есть другая проблема, вот ты говорил о стереотипах, я как раз не думаю, что в России кто-то заботится о том, что русское телевидение или средства массовой информации плохо представлены в Армении. Есть другая проблема, кстати, для меня, например, я не знаю, вы, наверное, это не чувствуете, но я это чувствую в Москве. Армения не представлена в российских средствах массовой информации. Вот это проблема. Конечно, я как человек, который почти каждый день на телевидении, я обсуждаю все, что угодно. Америку, Украину, я не знаю, Китай, да что угодно. Армения представлена в российских СМИ как Буркино-Фасо или как, я не знаю, экваториальная Гвинея. То есть практически не существует в информационном пространстве. Раньше она, может быть, как-то присутствовала. И у меня есть объяснение этому. Конечно, я два года не был в Армении, хотя когда я работал почти 10 лет в Америке, я каждый раз из Америки, даже умудрялся 3-4 раза приезжать в Еливан, потому что это мой город, где я родился, вырос, учился в армянской школе. Но, как видите, теперь вот так получается, что сложившаяся ситуация меня, конечно, очень серьезно озабачивала. И я как раз думал, если бы были какие-то серьезные аналитические программы, обсуждающие проблемы Армении в России, это было бы, наверное, интересно, потому что многие люди не очень понимают, что здесь происходит. Но, к сожалению, есть такое мнение, это я высказываю уже свое аналитическое мнение по этому поводу, что в каком-то смысле российские власти сегодняшние, они очень осторожно и бережно относятся к нынешней Армении, и к нынешним армянским властям. Потому что они тоже не очень понимают, что происходит, куда двигается страна, какие процессы внутри происходят. Но, чтобы не наломать дров, так как так иногда бывает, вот многие заняли такую выжидательную позицию. Ну, например, я могу вам сказать, когда годовщина была, ну, так называемой революцией армянской, потому что это уже другая тема, если вам будет интересно, я хотел бы разобраться, конечно, в природе режима сложившегося, и, конечно, я там никакой революции не видел, но это другая тема, хотя я с удовольствием остановлюсь на этом вопросе, если вам это будет интересно. Потому что я знаю, что такое революция, я изучал все революции, которые возникли, и все переходы режимов во всем мире. Латинская Америка, Южная Европа, там, Испания, Португалия, там, постсоветское пространство. У меня такое впечатление, я просто, потому что это откровенный разговор, я хочу поделиться своими впечатлениями. Из-за того, что российские власти не очень понимают, что здесь происходит, они не хотят, чтобы в российском информационном пространстве и в аналитических программах эта тема затрагивалась. Вот представьте себе, Газовщина, казалось бы, это стратегический партнер, Армения, важная страна, там, я не знаю, члены ДКБ, российская база и прочее. Я говорю в соответствующих инстанциях, давайте одну программу сделаем, армянская революция, ну, или как она называется, год спустя. Я не получил какого-то понимания и одобрения этой идеи, потому что, видимо, действительно, есть определенная выжидательная позиция, и она связана с очень, на мой взгляд, понятными вещами, потому что в значительной степени, как, по крайней мере, пишется в средствах массовой информации, пришли к власти люди, ну, Тиграна я хорошо знаю, ну, вот, и Владимира знаю, но, пожалуй, из новой власти больше никого не знаю. Ну, нет, вот, в Нью-Йорке видел еще ЗУК. Вот это, вот поэтому приехал. Мне раньше говорили, не надо приезжать, потому что тебя объявили врагом армянского народа, я думаю, ну, вот это да. Ну, вот приехал, чтобы узнать, действительно, что происходит, потому что я могу поделиться с очень многими разными аудиториями. Так вот, дело в том, что многие, так в России воспринимались, люди, которые пришли во власть, раньше занимались достаточно явные, вот, сейчас, я знаю, надеюсь, Тигран меня поддержит в этом вопросе, хотя не уверен, занимали антироссийские позиции, позиции против ОДКБ, позиции против базы, позиции против, значит, Евразия, ну, и так далее. Мне многие журналисты звонили из Европы и задавали эти вопросы. Как вы к этому относитесь? Я говорю, знаете, мне очень трудно это комментировать. Если бы эти люди не только сказали, что они против этого, 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 если бы они мне еще объяснили, они за это, за это, за это, вот тогда это был бы предметный разговор. Так вот, но сегодня, слава Богу, я вот не хотел бы злоупотребить, хотя я по революциям, я скажу несколько слов в конце. Дело в том, что, когда премьер встал в пашиня, и вдруг вроде бы все здесь изменилось в плане риторики и в плане оценок всех тех явлений, которые были до этих революционных, ну, как бы, массовых событий, и вдруг Пашинян говорит, Путин это замечательный человек и мой хороший друг. Россия это прекрасная страна и наш замечательный партнер. Я теперь понимаю, что, видимо, надо от маргинального политика или оппозиционера принять всю ответственность власти для того, чтобы понимать, насколько сложная вещь государства, ответственность, интересы. Но каждый же не может стать премьером, чтобы осознать это. Дело в том, что, вы знаете, как говорил Черчилль, вот все цитируют одно известное выражение Черчилля, что демократы самая плохая форма власти, не считая все остальные. Но у него есть еще более гениально фразы, которые я недавно прочел у Джорджа Уилла от Conservative Sensibility, где он говорит, а вообще-то Черчилль сказал, самый мощный аргумент против демократии это пятиминутный разговор про всем избирателям, после которого ты понимаешь, что этому человеку нельзя доверять никогда решение никаких вопросов. Не случайно мы переживаем третий вперед, между прочим, связанный с так называемым народовластьем, это первое, когда после Второй мировой войны вся мировая социология перешла на рельсы элитарной теории демократии и был главный лозунг надо защитить демократию от народа, потому что Муссолини, Гитлер и многие другие пришли путем прямого голосования, а потом понятно, чем это все закончилось. Второе, вот вторая ситуация сегодня на Западе, вот за последний год 20 книг я читал на эту тему, как демократия умирает, или какой кризис переживает либерализм, ну и почему Запад просто стоит на пороге серьезнейших катаклизмов, а потому потому что все механизмы, которые для защиты демократии существовали, вот это по-английски называется gatekeepers и guardrains, то есть стражники и значит обочины, которые защищают демократические механизмы от в общем-то всяких катаклизмов, они убраны, и в итоге массы хлынули в политический процесс и освободили пространство для того, чтобы, ну я понимаю, американцы это пишут про Трампа и говорят, что это закончится очень плохо там диктатурой и так далее и так далее, но приводят примеры, конечно, самых разных опять же людей, которые приходят на плечах массовых движений и недовольства, а потом начинают потихоньку в общем-то делать то, что делали Фухимори, Эрдоган, я не знаю, Урбан, ну и так далее, и так далее, то есть я думаю, что мы переживаем сейчас очень сложный процесс, и если мы откровенно не будем обсуждать эти вопросы, то я не уверен, что мне это как раз волнует, потому что я родился в этом городе и в этой стране, я армянин до мозга костей, и, конечно, мне не безразлична судьба моего народа и моей страны. Так вот, насчет революции хотел бы два слова сказать. Вы знаете, я, например, не понимаю, почему то, что произошло в Армении, называется революцией. Я знаю, что такое революция по марксизму, и я знаю, что такое революция по Веберу и по всем основным теоретикам, значит, транзитологов и так далее. Я просто участвовал во многих написаниях, во многих работах. Вообще-то революция классическая это когда меняется социально-экономический стой. Ну, как большевики, в общем-то, в самую радикальную форму это все продюжено. Революция это когда меняется характер политического режима. Я знаю две классические такие значит, случаи, которые являются образцовыми для всех курсов политологии. Я своим студентам это читаю в магистратуре. Это Пак Мунтло и Пак Магдален. В одном случае это Испания, в другом случае это Польша. Когда старые власти понимают, что ситуация очень сложная, старыми методами управлять невозможно, осуществляют переход то, что по-испански называется Пакта Раптура. То есть договорный разрыв с прошлым. Это означает, собираются элитные группы и между собой не улица, а элитные группы, которые между собой подписывают. Должно быть вот так-то, так-то, так-то. Вот такая дорожная карта. В конечном итоге мы должны прийти к тому-то, к тому-то, к тому-то. Это делал Суарес и действительно Стаси. Чтобы если бы это не было не так, сейчас путь был руководителем независимой Каталонии, потому что они заставили тогда всех руководителей провинции испанской принять на себя обязательства. Сначала будут выборы федеральной власти, а потом региональной, иначе регионы объявятся независимыми сразу же, как в Советском Союзе произошло. Когда федеральная власть нелегитимна, а региональная власть стала легитимной. И, в общем-то, все стало вверх ногами. И, конечно, этим занимались поляки, мои друзья, Адам Митник, там, целый ряд других, которые с Ярузельским договаривались в Магдаленке, каким образом произойдет этот переход. Я здесь может быть ошибаться. Я, конечно, не хотел бы перебрать время, очень много. Я думаю, с точки зрения политической теории и характеристики режимов, если в Армении был режим, как когда-то любил говорить мой друг Третьяков, управляемый демократией, или я обычно писал, что после приема нашей Российской Конституции, ну такой мягкий авторитарный режим не очень консолидированный. А теперь я чувствую, что может я ошибаюсь, тогда вы можете меня переубедить, что сегодняшний режим можно характеризовать как режим личной власти. Когда не работают институты, а работает один человек и все превратилось в one person show. Наверное, это хорошо. Когда-то меня спросили, Антоник, хорошо, ты был критичен и так далее. Если все-таки эти власти дают успеха, я сказал, я буду первым, который скажет, слава Богу, я был не прав и я желаю всяческих успехов на этом очень сложном пути. Но пока что я, к сожалению, не вижу, на каком пути и каким образом это можно осуществить. Вот, по крайней мере, вот такие мои наблюдения из Москвы вот приехали, чтобы изнутри посмотреть и узнать. Спасибо. Спасибо.